Добрый день, друзья! Это Диктатура Закона, меня зовут Жасулан. К Каспий Банку по-прежнему относимся с уважением. И цель прошлого ролика была направлена прежде всего для устранения всяческих нарушений прав наших сограждан, даже если это было связано со снятием наличных денег. Буквально на следующий день мне вернули неполученные мне деньги без написания и подачи каких-либо заявлений в банк. И вместе со своими деньгами я получил еще и письмо от Каспий на имя моего работодателя, где они вместо положенных извинений четко формулируют, мол, удалите ролики из YouTube, иначе мы подадим на вас в суд. Из содержания этого письма Каспий считает, что якобы мы использовали их товарный знак в своем ролике. Ругается на нарушение исключительных прав банка путем несанкционированного использования товарного знака. В видеоролике, то есть банк считает, что вокруг него образовалась некая цензура, и он вообще запрещает людям говорить о Каспий. Но не стоит забывать, что Каспий это не государственный орган, а прежде всего коммерческий банк. Таким образом, друзья, вместо положенного ответа у нас появилось еще больше вопросов, и смотри, как эта ситуация развернулась против самого банка в этом видео. И, друзья, являясь профессионалами своего дела и призваны проверять любую информацию, которая поступает к нам на бумажных носителях, мы решили выяснить, о каком товарном знаке, собственно, идет речь. Согласно закону Республики Казахстана 26 июля 1999 года за номером 456 о товарных знаках, знаках обслуживания и номинования мест происхождения товаров, сведения о регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков. И, согласно этого же закона, Государственный реестр товарных знаков является общедоступным. Ну и, друзья, соответственно, запросив выписку о товарном знаке Каспий Банка на портале Государственного реестра, обнаружили, что вот уже более полугода, с 11 апреля 2018 года, Каспий Банк лишен своего товарного знака. Согласно вышеназванного закона, регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. Как мы видим, дата заявки сформирована 11 апреля 2008 года. Ну и нетрудно догадаться, что 10 лет истекает как раз 11 апреля 2018 года. Ну и статус товарного знака, согласно выписке из Государственного реестра о товарных знаках Республики Казахстан, у Каспий Банка истек. Соответственно, разводя руками, потому что мы не знаем, с чем это связано, может действительно у банка есть какие-то проблемы, а может быть это упущение бедного юриста, одного большого юридического отдела Каспий Банка. Ну факт остается фактом. Вот уже на протяжении 7 месяцев Каспий Банк работает без своего же товарного знака. Ну а в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстана о товарных знаках, знаках обслуживания и номинования места происхождения товаров, действие регистрации товарного знака прекращается в связи с истечением срока ее действия. Единственное, хотелось бы отметить, да, действительно, банк очень удобен. И в свое время именно Каспий создал конкурентную среду среди банков второго уровня. Ну и искренне хотелось бы, чтобы у банка действительно все было хорошо. И с системой, и с юридической грамотностью. Искренне надеюсь, что Каспий все исправит. Ну а мы со своей гражданской позиции и с позиции диктатуры закона хотим, чтобы за каждым нарушением прав наступала неизбежная ответственность. Помните, что правовое государство начинается с вас. Пока!